МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 августа 1927 года в Сухомске питомник обезьян доставлены первые животные из Африки. Потребность в обезьянах как объектах научного эксперимента назрела еще задолго до Октябрьской революции 1917 года, но лишь при советской власти удалось организовать и создать этот необычный проект – обезьяне-питомник. Привезенные для этой цели четыре обезьяны, в том числе и два павиана, положили начало экспериментам в советской науке. 24 августа 1945 года было принято постановление Совнаркома Абхазской АССР и Бюро обкома партии об оказании помощи переселенческим колхозам, продовольствиям, зерном и промтоварами. По указанию правительства, каждая переселенческая колхозная семья на новом месте жительства была обязана иметь продуктивный скот, для чего государство выделяло средства, в том числе кредиты по приобретению скота. 24 августа 1993 года в Москве президент Российской Федерации Борис Ельцин провел переговоры с председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Ардзенба. Обсуждались пути урегулирования вооруженного конфликта между Грузией и Абхазией. Главной темой беседы было выполнение соглашения, которое было подписано в городе Сочи. Абхазская сторона неукоснительно следует условиям этого соглашения. К большому сожалению, грузинская сторона фактически сорвала выполнение этого соглашения. Но мы надеемся, что благодаря посреднической роли России, которая является в то же время гарантом этого соглашения, условия этого соглашения будут выполнены. 24 августа 1993 года в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООО за номером 858 была учреждена миссия ООН по наблюдению в Грузии и Абхазии. В зону конфликта направлялось 88 военных наблюдателей для контроля за прекращением огня. Это была первая подобная группа ООН, направляемая в бывший Советский Союз. Миссия ООН рассчитывалась на полгода с бюджетом в 16,2 миллионов долларов. 24 августа 1941 года родился Валерий Борцыц, заслуженный работник физкультуры и спорта Абхазской АССР, судья международной категории по конному спорту, кавалер ордена Ахитапша третьей степени. Возглавлял спортивный комитет Гудаутского района, был директором конно-спортивного клуба, начальником команды футбольного клуба «Рица» города Сухом. В 1980-м на летних Олимпийских играх в Москве Валерий Борцыц был судьей по конному спорту. На ежегодных народных праздниках Лыхнашта выступал организатором и ведущим конно-спортивных соревнований. В 1989-м был назначен начальником команды Сухомского «Динамо». После Отечественной войны возглавлял Госкомитет по спорту. С 2001 года Валерий Борцыц был назначен заместителем министра по делам молодежи, спорта и туризма Республики Абхазия. Избирался первым президентом Национального Олимпийского комитета Абхазии. 24 августа 1950 года родилась Мэри Мукба, государственный советник юстиции 2-го класса, генерал-лейтенант, председатель Совета Судей Республики Абхазия, председатель суда Гагарского района, кавалер Ордена Ахцапша 3-й степени. Выпускница Харьковского юридического института. Работала следователем Гудаутского РУВД, старшим следователем Гагарского РУВД. Награждена медалью за заслуги перед судебной системой Республики Абхазия. Мэри Мукба присвоен первый квалификационный класс судьи. 24 августа 1956 года родилась Мзия Квициния, кандидат философских наук, доцент Абхазского государственного университета. Выпускница Сухомского государственного педагогического института. В 1986-м защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском государственном педагогическом институте имени Герцена. Работала старшим преподавателем, доцентом кафедры этики, эстетики и религиоведения. С 1996 года Мзия Квициния, доцент кафедры истории России и зарубежных стран. Сфера научных интересов, социальная философия, религиоведение, история Абхазии. Квициния участница ряда международных и региональных научных форумов СССР и СНГ, автор более 30 опубликованных научных статей. Мзия Квициния является заместителем председателя экспертного совета по вопросам религии при правительстве Абхазии. 24 августа 1966 года родился Бахадыр Абагба, герой Абхазии, доброволец потомок абхазских махаджиров. Воевал в подразделении под командованием Адама Хуаде. Участвовал в освобождении Гагры, затем на Восточном фронте с группой в освобождении села Кочара, где получает тяжелое ранение. После двух операций и лечения в Турции возвращается в Абхазию и участвует в сентябрьской операции. Погиб 20 сентября. Бахадыр Абагба похоронен в Гудауте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова